В музее истории города Гомеля показали белорусских прохожунь. Здесь на неделе свою персональную выставку презентовал Альфред Микус, белорусский фотограф и фото-журналист. Его работы поражают своей душевностью и непосредственностью. Все практически без ретуши и на многие запечатлены женщины во время исполнения белорусских традиционных обрядов. От таких кадров просто невозможно оторвать взгляды. Экспозиция, в общем, посвящена роли женщины в традиционной белорусской культуре, как обрядовой, так и бытовой. Представлено 40 фоторабот, в основном портреты, но есть и репортажные снимки. Чтобы поймать эти счастливые улыбки женщин, фотограф проехал не одну сотню километров. Он нашел своих героинь, удалившись от городской суеты. Все реальные люди и обряды, которые они исполняют, также непостановочные. Этот проект показывает, что наши национальные ритуалы все еще живы и по-прежнему могут очаровываться и привлекать. Также портреты, однако чуть другого формата, представили на выставке детского фэшн-фотографа Елены Зиммы в Музее истории печати и фотографии. Автор назвал экспозицию «изнутри» и представил на суд зрителя чуть более 20 работ. Сделанные они были в течение прошлого года и этого неподдельные детские эмоции, игра светотени и буйство красок. Вот она – эстетика, чистота и честность. В копилке фэшн-фотограф работы в электронной версии журналов ВОК, International Kid, Medicine, Gucci Kids и Domic Magazine. Сегодня Елена Зимма работает с известными дизайнерами и является преподавателем многих модельных агентств Беларуси. Искусство рукописной книги-ветки в контексте европейской книжной культуры представили в филиале Ветковского музея. Здесь открылась выставка «Корни и ветви». Достаточно недавно стали известны такие понятия, как «ветковский книжный орнамент» и «ветковский художественный стиль рукописной книги». Введены они были в оборот благодаря высокому художественному уровню, большой степени оригинальности и узнаваемости стиля. Непосредственно в экспозиции представили рукописные книги XVIII-XIX веков из фондов Ветковского музея, Музея Гомельского дверцового парка, ансамбля и Национальной библиотеки Беларуси. Также представлены материалы работы главного хранителя фондов Ветковского музея Светланы Леонтьевой с коллекциями рукописных книг, вывезенных с территории Ветковского-Стародубского региона в 70-80-е годы XX столетия и сегодня охранящиеся в древних хранилищах Пушкинского дома и научной библиотеки МГУ. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. В Гомель приезжает уникальный ансамбль песни и танца Грузии «Кутаиси». Со дня своего основания в 1970 году и по сей день коллектив сохраняет и приумножает национальные фольклорные традиции с помощью амбициозных и молодых танцоров и танцовщиц, а также низких голосов грузинских певцов. Коллектив выступит на сцене Гомельского областного общественно-культурного центра 16 декабря. Начало с 19.00. А с 18 декабря у Дворца Румянцева и Паскевича начнет свою работу выставка «Экспериментус». Здесь представят приборы и устройства, демонстрирующие удивительное явление природы. Каждый сможет стать исследователем, так как эти приборы не просто можно, но и нужно трогать руками. Незабываемое впечатление для детей и для взрослых гарантировано. Также на неделе экспозиционный комплекс Дворца Румянцева и Паскевича дополнят настоящим белым чудом, имя которому «Фарфор». Здесь представят посуду, вазы, часы и многое другое. Под прозрачным льдом глазури не трудно будет узнать сказочных героев, образы людей и животных. Выставка «Белый как снег» откроется 19 декабря и станет завершающей в юбилейном проекте коллекции музея к 100-летию музея. Трагедия титаников танцевальных па. Судьбу известного лайнера впервые воплотили в балете и постановку привезут в Гомель. 19 декабря на сцене Дворца культуры жизнедорожников «Трагедию Титаника» расскажут на языке неоклассики. И на этом у меня все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макеенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». «Новости недели»